Опять сегодня разговор о новом участке. Вот. Заброшенный сад давит на меня. Сейчас о нем поговорим. Видите, вот это? Это черемуха. Вот. Ветки протягиваются сюда и буквально душат мои культурные деревья. Приходится вот так с ними обращаться. Вот. А за забором чужой участок чужие люди. А то, что часть сада задичала им по барабану, а я имею право, сам себе ограничил, отрезаю только то, что находится, перелазит через забор. Так, ну давайте так. Не будем мы с вами сейчас останавливаться на том, что вы видели когда-то. Итак, я вам показываю одно из чудес заброшенного сада. Вот это вот слива, ей 40 лет. Вот. Видите, я с ведерком пришел. Только сейчас ко мне в Коми, как раньше говорили, в Коми СССР, сейчас не знаю как. Итак, в Коми, где 50 процентов, а это мне по телефону сказал сейчас Николай или Александр. В общем, садовод с Коми. Он умудрился увидеть вчерашний ролик и решил со сливами разобраться. У него был шикарнейший сорт под названием Манджурская, крупноплодная, но не выдержала морозов 45, а то и 50 градусов. Фактически Коми это суровый север. Мне с ними не сравняться по жестокости климата. Что я могу предложить? Он заказал 10 сортов по 10 косточек. Да, есть у них 10 сортов. Один из них, я его даже не собирался собирать, но я сразу вспомнил, я ему и персиковую мячурина сейчас только собрал. Ну, там упало с полсотни плодов. 10 его будет. Сегодня выковыриваю, завтра подсушу, после завтра отправлю. Вдруг присылает 3000, включая пересылку, еще попросил вишню вылочную, но мне хочется, чтобы его не подвезти. Я ему посоветовал китайки свои, китайские сливы, но они у меня не тут растут, и здесь я вам показать не могу. А в предыдущем фильме показал, там где я показывал сувенир Востока, и рядом китайские, соседние лежали. Вот точно так же. Вот. Уже лишние, уже никому не нужные. Но китайские сливы, я бы посоветовал, это как раз для коми. Для, фактически, приполярного округа, если 50, районный коэффициент 50, это не шутки. Вот, там зря деньги не платят. Итак, а вот это вот, в последний момент, спохватился. А где же 10-й сорт взять? А вот он. Вот. Этому дереву 40 лет. Оно не кажется крупным. Трудно в это поверить. Но хозяин погиб, бывший хозяин, погиб здесь 25 лет назад, а я с ним дружил. А у него уже тогда, она была взрослая, плодоносящая. Получается, ей сейчас где-то 40 лет. Она не привалась никогда. Вот, мне достается крохи. Вон там за забором, несколько ведер падает каждый год, но я туда не суюсь. Вот. Формально хозяин-то есть? Есть. Поэтому я туда не суюсь. А то, что падает на мою территорию, это мое родное. И вот этот сорт, как его назвать? Соседский. Вот. Хозяина звали, и Володя. Сорт Володя тоже не пойдет. Вот. Он погиб на пожаре. Дом у него тут сгорел. А новая хозяева не интересуется вот этим. Просто хапнули участок, и все. Итак, что делать с ней? Сейчас я соберу ее, наковыряю коцечек, первые уже 10 штук. Отсохших я тоже положу ему. Ему надо 10 по 10. Вот. Я сказал, что все 10 сортов по 10 рублей. По 20 рублей. 10 по 10. 100 на 20. 2400. Пересылка. А он мне прислал 3. Попросил еще в этих Володься Квишин. Пожалуйста, у меня их полно. И так сейчас будет сбор. Покажу вам крупный план, потому что здесь на несколько заказов хватит. Вот они, вот они, вон она же до туда. Половина сгнившая. Их много, но плохо видно, они сгнили. Видите? Вот. Давайте я последнее с дерева возьму и покажу. Но учите, они были крупные. Вот. Я уверен, что это тоже Дальний Восток. А сейчас они вот такие. Вот. Это последнее с дерева. И достаточно позднее. И сладкие. 40 лет, а сладкие до сих пор. Вот. Ну что я скажу. Остается только собрать и вышлить. Благодарю за внимание. Спасибо ему за перевод. Ну и я мелочиться не буду. Я положу больше, чем он заказал. Продолжение следует...